Добрый день, друзья и любители антиквариата и блошиных рынков! Приглашаю вас на Мосвинтаж, который будет проходить с 4 по 8 марта каждый день до 21 часа. Сразу при входе мой взгляд падает на книжный развал, но я спешу к своему любимому продавцу Ольге. Друзья, ну мы с вами опять на Мосвинтаже в музеях Москвы. Народа пока не так уж много, только открылись они недавно. И вот сразу хочу вам вот эти вот часы показать. Посмотрите, какие красивые, резные, сказка. Спасибо, извините. А вот у вас шкатурка новая с перламутром, но у нее большой размер, она очень крупная. Кроме того, она еще с секретом. У нее второе стекло, вторая крышка землянная. Надо же. И хвост, и перламутр. Здесь хвост тоже есть. Да, все замечательно, резко все это. Немножко затрогали сегодня. Стеклянная крышка снимается тоже. Вот какая интересная. И вот эта вся вот конструкция. Она тоже разбирается, можно ее делать по-разному составить. Вот внутренняя часть. И от нервы не помнится, да, его примерно? Даже где-то записано должно быть. Ну примерно. 35 на 35, я так подозреваю. И сколько стоит такая крышка, а не повторяю? Хорошо, 15. Ой, так это недорого. Потому что она в идеальном состоянии. Она в идеальном состоянии. Обычно перламутр бывает. И перламутр, кость, лица, кость. Да. И они такие прямо вот игривые такие выражения лица. Это правда, это правда. Глазки строят. Мужчина глазки строят. Спасибо. В общем, это из того, что как-то хотелось бы отметить. Во-первых, хочу поздороваться с вами и в преддверии 8 марта. Что вы можете посоветовать нашим прекрасным женщинам? Я думаю, что женщинам очень важно себя окружать красотой. Особенно сейчас, в наше непростое время, душа требует какого-то вдохновения от всей этой суеты и сложности жизни. Поэтому приходите. Самая красота, это, конечно, сейчас на винтажных антикварных маркетах. Спасибо. А все-таки что вы можете предложить нам? Ну, вот я хочу вам показать вот эту вазу. Это ваза конец 19 века. Это Франция. Это ручная роспись. Даже арнубо, наверное. Арнубо, да. Да. Вот видно по этим элементам. Она с реставрацией. Ее ценили. То есть это не просто какая-то ваза. Вот покажу реставрацию. Этот 5, этот 6. Это конец 19 века, это начало 20 века. Вот. Вот такая ваза. Характерные такие вазы. Здесь роспись или деколь? Это роспись. Роспись? Да. О! Это с росписью. И такая картина там красивая на заднем плане. Потрясающе. Необычная тем, что тут еще и пейзаж. Пейзаж, да. Мы привыкли именно к цветочкам, и тут еще и пейзаж. И пейзаж, и золота много. Вот эти вот линии с листьями. Ой, боже мой. Кувшинок. Вообще сказочные вещи. У нее интересно, у нее есть номер прямо на дне вазы. Не знаю, будет ли видно зрителям. Ну, они поверят. Ага, я думаю, они придут и посмотрят. Да. Что интересно, это Франция, это так называемая старая Франция. Вот ханит 19 века. Ну, это достопримечательная вещь. Это типа как мой тогда чайник, да? Вот такой же ценный. Да. И необыкновенный. Да, действительно. Ну, я рано пришла, вы еще не полностью не это. Я еще не сильно достала. А все-таки сейчас пока, что вы еще можете... Ой, какая замечательная фаркор. Хочу вам показать вот эту прекрасную, тончайшую фигурку. Это мануфактура. Смотрите, туфельки, туфельки какие. Да, тончайшие ножки, ручки. Смотрите, какие пальцы. Лицо какое. Очень утонченная вещь. И это мануфактура Мюллера. Вам ты даже. Ой, у Леры это знаменитая мануфактура. Это очень знаменитая мануфактура. Очень ценится в мире. Есть клейма, есть оттенка в тесте. Да. Вы знаете, что я вам послали? Собачка у платья. Все как положено. О, вот такая замечательная, красивая девушка с гитарой. Посмотрите, даже ленты, банты, гитария. Так все аккуратно. Да у нее такие прически. Ой. Очень красивая девочка. Такая у нас красота. И сколько такая красота стоит? Стоит она 27 тысяч. Да, но это музейная. Замечательная. Да, прекрасная. И еще хочу вам показать. Я считаю, что это шедевр моего сегодняшнего стола. Хоть он может быть не такой примечательный, как кажется. Это ваза настоящая арт-деко. Да. Это настоящая арт-деко. Это хрусталь. Бронзовая окандулочка. Видите, как она сделана? Вот дно. Конечно, когда она стоит одна... Прям на шайбочку похожа, да? Ничем она не закрыта. Она смотрится очень красиво. Она большая, объемная. И она очень, конечно, заслуживает внимания. Я, может быть, прослушала, а чья она? Это, скорее всего, Франция. Ну, либо кто-то из других стран Европы. Возможно, Франция. Ну, это необычная ваза. Я такой не видела нигде. Да, это редко. А на осмотренность у меня большая. Мало того, что балашины, рынки, музеи всякие там. Да, да, да. И очень красивый цвет. Он такой, видите, бутылочный, голубого бутылочного стекла. Да, потрясающий. Стоит она 18 тысяч рублей. Ну, потрясающая. Вот, еще вот могу что-нибудь показать. Я смотрю, что у вас появились здесь мелкие вот еще и детали к вашему. Появились. Старинный хрусталь у меня приехал. Малюточки такие, потому что не все могут тебе большую вещь позволить. Да. А это вот такие маленькие вазочки. Вы знаете, что интересно, была в современном недавно магазине, и там Чехия вот стала делать примерно такой же хрусталь с окантовкой тоже металлической. Ну, стоит там, Анна, очень дорого. Да. Магазин «Драгу». Даже современная. А я не говорю про... Современная Чехия стоит очень дорого. Да. Потому что это очень придаемная, шапотливая работа. Я еще когда снимала, вот прям подумала про вас, думаю, боже мой. Такой есть клош. Он небольшой. Он без тарелочки. И к нему можно либо подобрать свою тарелочку, либо купить вот эту тарелочку. Это стекло. Тоже где-то послевоенный. Послевоенный, европейский. Такой вот крышечка от клоша. Так, еще раз напомните, откуда это вот устроено. Он приехал из Бельгии, Голландии. Из Бельгии, да, Бельгия. Бельгия, Голландия. Бельгия, Голландия. Смотрите, какая красота. Вот уже какой раз я прихожу, я им любую. Просто невозможно. А вот эти штучки мне очень нравятся. Это под... Это подставочки под столовые приборы. Да, под столовые приборы. Кладется ножичек, вилочка, чтобы не пачкалась скатерть. У меня осталось три штучки. На них есть микроскольчики. Но если нужен большой комплект, то я поищу большой комплект. Да, а стоимость вы озвучите? Вот эти вот с микроскольчиками, они стоят по 300 рублей. Но вот комплект получается 900 рублей. А большие комплекты, и в зависимости от состояния, могут стоить и 4 тысячи, и 6 тысячи, и 7 что-то может быть стоить. А где микроскольчики? Микроскольчики обычно по краям. Вот здесь вот. А, но они не так заметны, кстати. Да, они бывают хрустальные, бывают стеклянные. Спасибо. Это настоящий дельт. Это Голландия, голландский стиль дельтский. Есть у них клеймо. Сейчас сразу покажу. С подвесом. Подвес. Они подглазурные, это ручная роспись. О, правильно? Правильно. Ручная роспись, это вообще... И вот такие прекрасные две тарелочки, и они уже проданы. Да. Я вас поздравляю. Старайтесь приходить в первый день в самом начале, чтобы найти самые интересные вещи. А я смотрю, много чего продаются. Ну, это, конечно, сказка. Да, вот такой сюжет. С кораблями. Смотрите, какие яркие браслеты я нашла. Черное даже платье, браслеты, уже все. Вот и цвета они есть. Иди смотри. У меня это вообще, это плома. Слома. Красота. Здравствуйте. Нет ли у вас лома? Красота. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Девочка читающая Это уже, конечно, более современная фигурка Она большая Она очень красивая, на мой взгляд И она недорогая Я думаю, что любой человек Ее И сколько такая Стоит она 3500 Правда недорого такая вещь Она крупная, да, для крупной фигурки Это очень хорошая цена И она мне напоминает Только что сделала серверов По «Алису стране и чудес» Вот прям Алиса, да? Да, такой ребенок Который научился читать И он погрузился в чтение Интересной книги Ну и это тоже очень красиво Золото с голубыми Кто любит такой синяковый золото? В начале весны Вспоминаем О народных мифах Обрядах Связанных с пробуждением природы С обновлением Художник Светлана Оспищева Представил на Мосвентаже Свою коллекцию ряжены Оживляющие образы Сказочных народных персонажей Духов, предков, животных В экспозиции Представлены маски личины Выполненные шерсти В технике сухого валяния Фантазийные народные костюмы Рисунки Светлана Оспищева Художник, мастер-кукольник Руководитель детского театра моды Лауреат множества творческих конкурсов Идет матушка весна Отворяй-ка ворота Первый март пришел Всех детей провел А за ним и апрель Отворил окно и дверь А уж как пришел май Сколько хочешь, теперь гуляй Здесь есть пузыречки Да, вот смотрите В стекольной массе у старого стекла Есть пузыречки Вот тут их видно Видно их иногда Вот так вот их видно Красиво Это у вас Китай Или Япония Это Япония 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 Вот такие малышки Это мокка Буквально на один-два глоточка И они с летофанией И они с летофанией Сейчас мы покажем зрителям Это с головкой Это гейша Голова гейши японской Вот такое необычное блюдце С закругленными краями Очень приятная она на ощупь Вот такое клеймо Маркировка Ориентальный фарфор Япония А гейши головки Это могут и на китайском тоже быть Ну по-моему на японском Если только стали делать китайцы Ну да А так это японский символ Спасибо Это тарелочка Это что у нас? Это Голландия Или пускат тарелочки Это Голландия У меня две похожи тарелочки Это посеребрение, да? Это посеребрение Вот еще такая Видите, это ручная работа Это довольно старенькие уже вещи Характерные голландские картины Это по-моему Рембардт мне сказали И сколько стоит? Стоят они 3 700 Ну очаровательные Очаровательные Поставите сразу Все готово Ждал Замечательно И цена нормальная И цена нормальная Потому что на серебро Конечно И у всех хватает денег Спасибо, что провели Этот день со мной Но 8 числа Я опять Адону Блашин И может быть Вам еще что-нибудь До встречи Обнимаю Всего самого хорошего Красавка Красавка